По статистике, тены в бойлерах выходят из строя довольно часто. Это происходит по разным причинам. Как правило, перегорает спираль внутри трубки тена. Также бывают случаи, когда водонагреватель, то что называется, пробивает током. В этом случае, одной из причин может являться то, что нагревательная нить касается трубки тена. Либо причина в том, что повреждена оболочка самого тена. В результате чего, спираль, находящаяся под напряжением, будет соприкасаться с жидкостью паки. И в том, и в другом случае, подобная неисправность может привести к поражению электрическим током при прикосновении к бойлеру. Как же проверить тен на исправность? Чтобы проверить работоспособность тена, прежде всего необходимо обесточить прибор, если он находится под напряжением. После этого нужно снять защитную крышку, отсоединить питающие провода. И в данном случае, чтобы получить доступ к контактам тена, нужно извлечь терморегулятор. Проверять на исправность нагревательный элемент будем с помощью прибора под названием мультиметр. С помощью мультиметра необходимо проверить сопротивление нагревательного элемента. Но для начала нужно узнать, каким должно быть это сопротивление. Формула расчета довольно простая. Р равно У в квадрате, деленное на П, где Р – искомое сопротивление, У – это напряжение в сети, П – это мощность нагревательного элемента. Мощность прибора указана на упаковке, в инструкции по эксплуатации и на шильдике водонагревателя. Рассчитаем сопротивление для нагревательного элемента бойлером мощностью 1500 Вт и напряжением 230 Вольт. Для этого 230 Вольт возводим в квадрат и результат делим на мощность 1500 Вольт. Получаем округленно 35,27 Ом. Для определения исправности тена будем использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Для этого устанавливаем ручку в положение значения 200 Ом. Подсоединяем щупы к клеммам нагревательного элемента и смотрим на показания прибора. Если прибор покажет значение сопротивления близкое к рассчитанному, как в данном случае, это означает, что ТЭН в исправном состоянии. Если на приборе отображается ноль, это означает замыкание спирали внутри ТЭНа. Если на приборе отображается единица, произошел разрыв нагревательной нити. И в том и в другом случае ТЭН подлежит замене. Теперь проверим нагреватель на пробой на корпус. Ручку мультиметра выставляем в режим прозвона. Зуммер обозначается значком распространения звука. Первый щуп подключаем к клемме электронагревателя. А второй корпус бойлера или клемме заземления. Если зуммер не пищит, пробоя на корпус нет. Если прибор начинает пищать, значит есть пробой на корпус. То есть нагревательная нить касается трубки ТЭНа. И поэтому ТЭН подлежит замене. На этом все. Если видео было полезным, не забываем ставить лайк. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok